Нас на Земле сегодня живет 7 миллиардов человек. И у нас серьезные проблемы. Но осуждения не сделают бедняков богачами. Понимание проблемы не очистит экологию, не создаст больше продовольствия и не излечит больных. Для этого нужно действовать. Решения находятся здесь. Это передовые изобретения, которые создают энергию, питьевую воду и улучшают здоровье. И вот история о том, что создаем мы. Я Манодж Баргава, основатель компании «Файв Хава Энерджи». Вы когда-нибудь видели эти маленькие бутылочки энергетических напитков около касс в супермаркетах? Пять часов. Это сногсшибательное количество времени. Но я больше не могу пить. У меня нет энергии. Извинения, Рика Перри. Я выпил «Файв Хава Энерджи» за шесть часов до дебатов. У меня возникла идея этого напитка, и через два месяца он был на прилавках. Его популярность росла, и он стал одним из самых распространенных продуктов в мире. Продано более полутора миллиардов бутылочек. 90% акций на рынке. Он вошел в список миллиардеров Forbes. Чистая стоимость компании «Маноджа» — более четырех миллиардов долларов. Он отдал 99% этих денег. Однажды я вдруг осознал, «Господи, я же зарабатываю кучу денег. Что мне с ней делать?» Миллиарды, которые изменят мир. Рассказываю о том, как мы работаем в нашей компании. Кто-нибудь приходит ко мне с проектом и хочет, чтобы мы его реализовали. Первый вопрос, который я задаю — а полезно ли это? Какую пользу это принесет людям? Если это не приносит пользы, то, может, это хотя бы что-то увлекательное? Если ни то, ни другое, то вон там в углу без дела стоит мусорная корзина. Моя компания для меня очень много значит, потому что она дает нам возможность делать то, чего другие люди делать не могут. Вот наше первое здание. Сначала мы работали здесь, потом купили весь этот комплекс в 25 акров. Так что теперь у нас 10 зданий. Одно из них — это исследовательский центр, который мы называем «Стейдж-2». Мой подход очень прост. Нужно действовать. Делать то, что будет оказывать позитивное влияние на жизнь других людей. «Стейдж-2» в настоящее время работает над производством воды, электроэнергии и над оздоровительными проектами. Наша цель также очень проста — создавать и распространять по всему миру инновации, которые принесут пользу человечеству. Единственный способ это осуществить — нужно действовать. Я искренне убежден в том, что создавать продукты, которые будут работать на долгосрочную перспективу — это важнейшее изменение, которое ты можешь осуществить. Мы комбинируем различные отрасли инфраструктуры таким образом, чтобы наши разработки помогали беднейшей части человечества сделать свою жизнь лучше. Вот именно это мы понимаем под термином «великое изобретение». Вы не поверите, но для этого не нужны баснословные суммы денег. Все, что требуется — это делать правильные вещи и действовать в правильном направлении. Меня зовут Билли Талли. Я руковожу инженерными и техническими операциями в нашем исследовательском центре. Маноджи искренне верит в то, что наилучший способ внести свой вклад в этот мир — это создавать инновации, которые помогут сделать жизни людей лучше. В стейдж 2 работают ребята, у которых в гаражах стоят не машины, а изобретения, которые они создают. Они искренне гордятся своей работой и своими достижениями. Я действительно рад, когда мне удается создать что-то новое, и моя работа оценивается по достоинству. Ребята — энтузиасты. Мне кажется, даже если бы я им не платил, они бы все равно работали. Когда Билли впервые к нам пришел, я ему сказал «все, что нужно купить, можешь покупать». Думаю, он был в шоке, потому что человеку, который помешан на работе с техникой, нельзя говорить «иди и покупай все, что хочешь». Но наш центр действительно очень хорошо оборудован. Своими силами мы бы с этим не справились. Манодж много раз говорил, что если то, что ты делаешь, никак не влияет на других людей, лучше заняться чем-нибудь другим. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на бессмысленные вещи. Мы здесь, чтобы изменить мир. Если вы хотите что-то сделать, каким-то образом помочь беднейшей части человечества, приходите к нам. Даже если это не принесет нам денег, но действительно поможет изменить жизни людей, мы все равно это реализуем. Мы делаем все возможное для того, чтобы создавать практичные продукты, которыми смогут пользоваться люди по всему миру. Наша цель – скорость. Скорость нам важна даже когда мы терпим неудачу. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее понять, стоит ли дальше работать в этом направлении или лучше от него отказаться. Если мы определяем вещи, которые стоит масштабировать, которые могут принести пользу, мы продолжаем с ними работать. Обычно на подобные разработки у людей уходит несколько недель. Но наши парни делают это за несколько дней. Это для нас очень важно. Мы не можем не концентрироваться на вещах, которые могут принести невероятную пользу. Даже если мы придумываем что-нибудь крутое, но оно не приносит пользы, мы не будем продолжать с этим работать. Я не хочу быть просто крутым. Да я им никогда и не стану. Это уже давно в прошлом. Я считаю, что моя работа заключается в том, чтобы превращать сложные вещи в простые, в отличие от консультантов, чья работа обычно заключается в том, чтобы делать простые вещи сложными. Да, мы иногда приглашаем экспертов, консультантов, и обычно, когда ученый говорит мне, что это нельзя сделать, для меня это вызов. Значит, можно. Кто вообще такие эксперты? Эксперт – это человек, который знает все о том, что было раньше, который действительно хорошо в этом разбирается. Но если у него спросить, а что же будет дальше? Он скажет, не-не-не, этого нельзя сделать, я же эксперт в том, что было раньше. Зачем ты тогда нужен вообще? Потому что если бы я делал то, что уже было раньше, у меня бы не было бизнеса. Да, мы иногда общаемся с экспертами, просто чтобы убедиться в чем-то. Они могут посмотреть на вещи со стороны или рассказать об истории какой-то области то, чего мы не знаем. Но в том, что касается будущих разработок, мы на них особо полагаться не можем, потому что это просто глупо. Для меня сейчас самая большая сфера работы над тем, что касается будущего – это энерго и водоснабжение. Мы ищем реальные решения этих проблем. Большинство жителей развитых стран даже не осознают, что у половины населения земного шара нет доступа к электричеству. Для всего на свете требуется энергия. Наша задача здесь – определить ту единственную вещь или область деятельности, реализация которой повлечет за собой сотни положительных последствий. Так есть удивительная вещь – механическая энергия, которую производит человеческое тело. Так почему бы нам не использовать ее для генерации электрической энергии? Мы создали гибридный велосипед, на который ты садишься, крутишь педали в течение часа и получаешь электроэнергию, которой хватит на 24 часа. Мы назвали этот проект Free Electric. Я считаю, что это самое крутое наше изобретение. Не только потому, что оно выглядит круто, но и потому, что оно устроено очень просто. Это ведь одна из наших задач – реализовывать все как можно более в простой и доступной форме. Тем не менее, вот это устройство будет иметь значительные эффекты и, возможно, станет одним из самых важных изобретений за последние сто лет. Ведь в результате беднейшая половина человечества будет иметь доступ к электричеству 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Электричество – величайший источник энергии, так почему же половина мира его лишена? Половина населения Земли, люди, которых индустриальная революция обошла стороной, перестанут жить в первобытных условиях и станут частью продуктивного и развитого общества. Это устройство поможет решить эту проблему. Ведь вне зависимости от погодных и климатических условий, у людей всегда будет доступ к неограниченным объемам электроэнергии. Но у этого устройства есть еще одна интересная сторона. Урагану Катрина была присвоена пятая категория. Он вошел в число самых разрушительных природных катастроф в истории США. Из-за таких бедствий люди часто оказываются без электричества. Единственное, о чем остается мечтать, это о том, чтобы работал мобильный телефон. Ведь никто не хочет оставаться без связи, в темноте и в полном одиночестве. С Фри Электрик с вами никогда не произойдет ничего подобного. Для таких ситуаций люди часто покупают дизельные генераторы. Но проблема в том, что в момент наступления катастрофы в генераторе может закончиться дизель. С Фри Электрик вы никогда не окажетесь без электричества. И при этом вы, а вместе с вами и половина населения всего земного шара, не будете загрязнять экологию. Это просто невероятно. Когда мы дышим, мы выделяем углекислый газ в атмосферу. Суммарно это составляет около 25 миллиардов фунтов углекислого газа в год. И так каждый год. Вы никогда не задумывались, какое это значение может иметь? Итак, с помощью этого устройства вы снабжаете людей электричеством на механической основе. Крутя педали на устройстве в течение часа, вы вырабатываете электричество, которого хватит на 24 часа. И единственный побочный эффект – вы становитесь сильнее и здоровее. Других побочных эффектов нет. Вот в чем идея самого изобретения. Вот почему самые простые устройства лучше всего. Потому что они имеют самое масштабное влияние и при этом никаких нежелательных последствий. Конструкция устройства состоит из базовой велосипедной рамы, педалей, которые приводят в движение колесо, батареи и генератора. Устройство очень и очень простое. И управлять им не сложнее, чем кататься на велосипеде. К нему быстро привыкаешь и понимаешь, что это довольно просто. Так, а вот это правая педаль для старта. Да, но тебе может быть не очень удобно, потому что ты высокий. Человеческая энергия и физическая работа очень эффективны. Мы можем производить объем энергии, который эквивалентен 1050 ватт электроэнергии. Это очень и очень много. Так, и когда это начнет работать? Когда появится свет? На самом деле прямо сейчас. Ух ты. Это все благодаря мне? Да. Благодаря тому, что я сижу и кручу педали? Да. Неплохо так. Совсем неплохо. Это все равно, что заниматься на велотренажере? Ага. С помощью этого устройства можно также заряжать мобильный телефон, планшет, запустить небольшой вентилятор. Ты все это можешь наблюдать. Посидишь так полчаса, и у тебя есть свет, заряжен телефон и все, что нужно, все под рукой. Это самый дешевый и самый практичный способ добывать электричество по всему миру. Вне зависимости от того, насколько вы удалены от большого мира, бедным странам теперь не нужно торговать с богатыми, чтобы обеспечить себя минимальным уровнем жизни. Они теперь могут заняться внутренним развитием. Получать информацию из интернета, обучаться. Конечная цель в том, чтобы повысить уровень жизни в бедных государствах. Для этого нужна энергия. Бедные люди оставались бедными, потому что у них не было энергии. Электричество. Ведь это одна из основ человеческой жизни. Электричество и вода. Это то, чего им не хватает в первую очередь. Однажды у меня брали интервью и задали вопрос, что нужно для того, чтобы стать предпринимателем. Я ответил, нужны всего две вещи. Здравый смысл и чувство неотложности. И все. Меня спросили, а где этому можно научиться? И знаете, что я ответил? Спросите об этом у вашей матери. Она гораздо лучше разбирается в менеджменте, чем профессор из института MBA. Ей нужно управлять семейным бюджетом, бегающими по всему дому детьми. Все это одновременно, каждый день, без выходных. Представляете, какой это тяжелый труд? Это участие на работе. Где бы вы ни находились, кем бы вы ни были, какими бы ни были ваши научные убеждения, вы не станете спорить с тем, что глобальное потепление, и в частности, загрязнение окружающей среды – это проблема, с которой нужно бороться. И если найти способ получать абсолютно чистую энергию, то это поможет решить очень многие вопросы. Как с загрязнением окружающей среды, так и с получением этой энергии в неограниченных количествах. Наш первый вопрос был – где эта энергия? Ответ здесь только один. И он вот здесь. На глубине в несколько километров под землей находится неограниченная энергия, и добывать ее оттуда можно в тех самых неограниченных количествах. Правда, чем глубже ты продвигаешься, тем сложнее ее добывать. Но, тем не менее, ты берешь эту энергию и доставляешь ее наверх, в неограниченных количествах, без загрязнения окружающей среды. Какой же способ поднимать на поверхность только саму эту энергию, только само тепло? Мы обнаружили материал, который называется графен. Это вещество, которое является составной частью графита, того самого, из которого изготавливают стержни для карандашей. Если взять один слой молекул из этого графита, получается графен. И у него невероятные свойства. Он в сто раз лучше проводит электричество, чем медь. Он легче воздуха и прочнее стали. И помимо электричества, он очень интересным способом проводит тепло. Если ты нагреешь один край слоя графина до 100 градусов, противоположная часть немедленно нагреется до 100 градусов, а середина будет совершенно холодной. Зная о свойствах графита, нетрудно понять, что с его помощью можно доставлять энергию из самых глубин земных недр на поверхность земли, не загрязняя при этом почву. Я прихожу к ребятам, которые работают с графеном, и прошу их сделать из него нить. Они с удивлением смотрят на меня. Зачем? Я им говорю, что это самая элементарная технология. Если у тебя есть нить, из нее можно сделать все что угодно – одежду, полотно или, например, кабель. Сделайте мне несколько нитей, я соединю их вместе и сделаю кабель. Затем я проведу этот кабель под землю, и он принесет тепло на поверхность. Сначала они немного переживали, все казалось слишком простым. Они изготовили 4 набора полотен, взяли самый короткий, протестировали его и обнаружили, что он работает идеально. Мы используем его в нашем центре Stage 2 в Мичигане. Там есть платформа, с помощью которой мы тестируем эту технологию. После чего мы запустим уже коммерческое производство и использование продукта в Сингапуре. У этого изобретения есть все шансы стать величайшим в истории. Потому что если мы сможем получать неограниченную энергию из земных недр без загрязнения окружающей среды, это изменит все. Это будет революционным. Никакого загрязнения, никаких отходов, никакого углекислого газа, никаких парниковых газов, ничего. Все это останется в прошлом. Это решение всех проблем. Но в это еще никто не вкладывал ни деньги, ни ресурсы, ни усилия. Так что это будет что-то типа пробного продукта. Ребята, посмотрите. И если захотите обеспечить энергоресурсами свою страну, возьмите и сделайте это. У вас будет неограниченная энергия, и вы перестанете зависеть от импорта. Конечно, моя идея может не понравиться некоторым странам, которые экспортируют ископаемое топливо и зарабатывают на этом. Но я планирую перевести все наши разработки и технологии в Сингапур, так как это относительно нейтральное место, из которого это все потом можно будет распространить по всему земному шару. Мы делаем это все для того, чтобы ободрить людей и сказать им, хотите обеспечить себя энергоресурсами – вкладывайтесь в это. Энергия – это идеальный балансировщик. Ведь если бы энергии было достаточно, бедняки не были бы бедняками. Но я не собираюсь делать людей богатыми. Моя забота состоит в том, чтобы дать им нормальный уровень жизни, улучшить здоровье, чистую воду. Если я смогу поднять уровень жизни людей и дать им то, чего у них нет, это уже будет огромным достижением. Вот есть компании, которые спорят между собой. Кто вкладывает в исследования больше? Кто-то 5% денег, кто-то 3%. О чем вы спорите? О деньгах? Дело здесь совершенно не в них. Великие свершения определяются не финансами. Это нам демонстрирует вся история, это и сейчас можно наблюдать. Великие изобретения не всегда совершаются кандидатами наук. Парочки увлеченных ребят в гаражах говорят о том, что это не так. И так было на протяжении всей истории. А пока мы рассуждаем о том, что если бы у нас было 100 дипломов, мы бы лучше с этим справились, все будет стоять на месте. Вот следы, которые оставила здесь засуха. Некоторые регионы могут совсем скоро остаться без питьевой воды. Вот так это место выглядело всего год назад, но этой зимой произошел спотуровня воды, что привело к экстремальной засухе. Природа нас перехитрила. Представьте, что вы изобрели прибор, который может создавать чистую воду из больших запасов соленой воды, которые есть на планете. На самом деле, этой воды огромное количество. Так почему бы нам ее не использовать? Есть множество мест на Земле, Индия, Китай, Африка, которым не хватает воды. Причина, по которой стремимся получать воду, очевидна. Ведь именно вода является основой человеческой жизни. Мы находимся сейчас на проекте «Дождь». Это устройство, которое превращает морскую или любую грязную воду в свежую и чистую. Одной из причин, почему мы занялись этим проектом, является то, что на рынке сейчас наблюдается сильная нехватка технологий, которые позволяли бы создавать для людей высококачественную воду. Такую, которую можно было бы использовать для сельского хозяйства, употреблять в пищу, а также в технических целях. Важной особенностью этого устройства является то, что для него не требуется никакого оперативного обслуживания, поэтому мы и назвали его «Дождь». Хорошо, теперь вращай другие части. Мы назвали этот проект «Дождь», потому что в нем, по сути, используется естественная модель, которую можно наблюдать в природе. Прибор нагревает воду, вода испаряется, затем влага собирается в обычных отсеках и превращается в воду. Для подогрева воды используется энергия, а когда сам пар превращается обратно в воду, происходит высвобождение энергии. Эту высвобожденную энергию мы используем для того, чтобы подогревать новую порцию воды, и так по кругу. Эта крохотная машина может производить тысячу галлонов воды в час. Одной из ее особенностей, по сравнению с существующими на сегодняшний день технологиями, является то, что у нее нет никаких расходных материалов, никаких экранов и мембран, которые приходят в негодность. Так что вы можете изготавливать дистиллированную воду или воды любого уровня очищенности, в то время как современные технологии просто берут морскую воду и превращают ее в питьевую. Такую воду можно употреблять в пищу, но нельзя, к примеру, использовать в сельском хозяйстве, так как в ней остается еще слишком много солей. Это версия прототип, которую мы изготовили шесть месяцев назад. Мы изучили эту технологию, добавили к ней новые идеи и концепции и построили то, что будет новой версией, которую можно будет впоследствии приспособить для коммерческого использования. Это устройство, которое изобрел Билли, работает полностью автономно. Так что нам не нужно строить целую фабрику. Мы можем просто изготавливать сотни тысяч таких машин и распространять их по всему миру. Потребности людей по всему миру постоянно меняются. Так что должна быть возможность строить тысячи таких аппаратов, а не одну фабрику, постройка которой занимает 15 лет. У нас нет на это времени. Итак, мы можем брать непригодную для питья морскую воду или ту, которую вообще нельзя использовать ни в каких целях, и превращать ее в полностью пригодную для питья воду буквально за несколько минут. Прелесть этой системы в том, что она самодостаточная и что вам не нужно многостороннего оборудования, чтобы обеспечить ее работу. Все, что нужно, это энергия для сбора воды и запуска работы модулей. Так что сама система очень простая. Ее можно установить в любой точке мира, и у вас всегда будет доступ к чистой и свежей воде, из которой можно, например, сделать чай. Отличная, чистая, можно пить. Ну как? Отлично! Дистиллированная вода, как из аптеки. И, кстати, еще одна прелесть в том, что мы можем повышать или понижать уровень ее чистоты. Ну, вот в данный момент это просто очень и очень чистая вода. Водоснабжение помогает повысить уровень жизни, обеспечить работу сельского хозяйства и уровень здоровья людей. Подобная засуха случилась в Калифорнии впервые. Эти фотографии до и после показывают уровень воды, каким он должен быть и где он находится на сегодняшний день. Неважно, богаты вы или бедны, если у вас нет воды, вам приходится ее откуда-то брать. Это будет происходить по всему миру. Так что мы вынуждены работать над производством воды. У нас просто нет выбора. В Калифорнии сейчас на это закрывают глаза. Никто не хочет об этом говорить. Но если вы не получите воду, если не решите эту проблему, Калифорния превратится в пустыню. Я сейчас смотрю на это и понимаю, что тут даже не нужна огромная опреснительная фабрика. Вам просто нужно место, где можно разместить это устройство. На берегу или в океане. Можно, к примеру, поставить баржу, в которой будет множество отсеков с этими машинами. И эта баржа может производить 15-20 миллионов галлонов в день. Вопрос в том, почему именно баржа? Потому что ее можно расположить непосредственно в воде. Можно отогнать ее на пару миль от берега. Эти баржи невысокие. Потому что оборудование находится снизу. Потому что вода будет затекать прямо внутрь. Так что ее не придется закачивать. Она будет течь сама по себе. Это никак не будет вредить подводным обитателям, а затем можно будет с помощью труб доставлять чистую воду на берег. Или можно загружать в танкеры и везти на берег. Мы думаем в следующих масштабах. Нужно расположить на южном побережье 100 или 200 барж, и о любых проблемах о водоснабжении можно забыть. Преимущество тут еще в том, что если вдруг люди скажут, мы тебе тут не рады, ты говоришь, окей, и просто перевозишь эти баржи в другое место. Решение проблем должно заключаться в низких затратах энергии. Иначе сложно будет выйти на большие масштабы и сделать так, чтобы наш проект не зависел от политических проблем. он для нас очень важен. Мы планируем построить тысячи барж по всему миру, чтобы закрыть потребности как можно большего количества людей. Нам придется сделать именно это, чтобы позаботиться обо всех 7, 8, 9 миллиардах, которые будут населять нашу планету. У нас есть то, что называется первая директива. Если вы смотрели фильм «Звездный путь», то вы помните, там было такое понятие. И первая директива нашей компании – это никаких исключений. Мы не можем себе позволить такую роскошь. Будь то клиенты, торговцы, сотрудники. Если вы хотите, чтобы для вас сделали в чем-то исключение, то вы можете идти. Все очень просто. И это реально работает. Потому что, как бывает в большинстве бизнесов, 1% клиентов приносит вам 80% всей головной боли. Я не понимаю, как можно так вообще вести дела. Так что исключения иногда обходятся дороже всего. Моя работа – это мое хобби. Я на самом деле даже не считаю, что я работаю, потому что это необходимо. Я действительно люблю свое дело. Для меня это любимый вид спорта – высшее удовольствие. Мне нравится заниматься благотворительными проектами, техническими разработками, производством наших энергетиков, переключаться между компаниями за несколько минут. Я не знаю, как ему удается держать столько мыслей в голове одновременно, но именно это его заряжает. Благодаря этому он процветает. Мы можем это сделать. Как это делается? Я тут заблудился. Слишком много компаний. Мои ключи. А, черт. Мы сделали это специально для тебя. Это специально для тебя. Да ладно. Это просто для меня заживания. Это для меня аггравирование. Передовой рубеж современной медицины сильно изменился, по сравнению с тем, чем занимались медики последние 50 лет. Последние 50 лет они делали следующее. Собирались в консилиумы и говорили, окей, вот болезнь, давайте ее убьем, уничтожим, давайте что-то уничтожим. А теперь они смотрят и понимают, что это не решение. Решение – это то, что сегодня называется иммунотерапией. Например, рак, то, над чем сегодня больше всего работают, он тоже лечится с помощью иммунотерапии. Наша цель – сделать человека сильнее изнутри, так чтобы у болезни не было шансов возникнуть в принципе, или, если она уже есть в организме, чтобы она стала настолько мизерной и слабой, чтобы иммунная система, в конце концов, могла бы с ней легко справиться. Мы обнаружили продукт, который был изобретен десятилетия назад, и поняли, что сейчас это одно из самых передовых изобретений. Хоть ему и несколько десятилетий, но тогда было неподходящее время. Но сегодня, когда люди смотрят на медицину с точки зрения иммунотерапии, это устройство становится незаменимым. Пожалуй, в арсенале иммунотерапевта – это самое мощное оружие. Мы здесь работаем над проектом, который называется «Обновление», прибор ECP. Смысл его работы заключается в источнике внешней пульсации. То есть прибор перекачивает кровь из конечностей обратно в центр тела и помогает сердцу таким образом отдыхать. Когда сердце отдыхает, эта штука качает кровь. Когда сердце качает кровь, эта штука отдыхает. Они работают по очереди, туда-сюда, так что это как дополнительное сердце. В результате артерии становятся шире, кровь легче проходит по ним. И в результате состояние организма значительно улучшается. Эффект ошеломительный. Люди буквально становятся здоровее. Хорошо. Хорошо. И вот так. Хорошо. Было это легче? Да. Когда я впервые на это посмотрел, я подумал, что это выступает группа юмористов с каким-то розыгрышем. Я им сказал тогда, ребята, вы что смеетесь надо мной? Есть старый фильм, который называется «Жизнь Брайана», о добровольцах, которые решили испытать на себе распятие. Если мне кто-нибудь скажет, парень, у тебя проблемы с сердцем, тебе нужно лечиться. Что ты выбираешь, хирургические или нехирургические методы? Конечно же, в первую очередь я попробую безоперационные методы. Здесь не нужно быть гением, чтобы понять почему. Даже если это не сразу сработает, вы все равно будете до последнего держаться за возможность обойтись без хирургического вмешательства. Сначала нам все казалось достаточно очевидным, но постепенно мы осознали, ведь это решает разом столько проблем. Больше всего нас удивило то, что за последние несколько лет ученые опубликовали более 300 результатов различных исследований этой технологии, об ее преимуществах, и никто до сих пор не поставил это на поток. Когда ко мне впервые пришли с этой разработкой, я сказал, что это странно и нелогично выглядит, но я это куплю. Эту штуку разработали два парня. Естественно, оптимизацией никто не занимался, поэтому первоначальная версия была очень громоздкой, подключалась к разъему в 220 вольт, в общем, выглядело это довольно дико. Но я сказал, что все это не важно, и что я это покупаю. Теперь у нас вот такая штука. Она складывается и раскладывается. Мы полностью поменяли всю конструкцию, сделали ее реально простой, небольшой, внесли несколько модификаций. Многие ведущие кардиологи, исследователи, которым мы показывали это устройство, все были в восторге. А вот обычные люди, которые не имели отношения к научному миру, говорили обычно что-то типа, да нет, зачем мне это? Это для стариков, наверное, которые не могут себе позволить операцию. Хирургия все равно лучше. И они говорили это совершенно искренне. Нас всех к этому приучили, мы унаследовали эту точку зрения от наших предков. Мы привыкли мыслить именно так. Эту конструкцию можно поставить где-нибудь в углу, или перевести куда-нибудь. Можно переносить из одной комнаты в другую, или установить в кабинете врача, а подключается она в обычную розетку. Устройство ECP усиливает подачу крови. Природа уже снабдила нас насосом, который называется сердце. Оно качает кровь для того, чтобы весь организм работал, доставляет к органам кислород и питательные вещества, избавляется от отходов. Но со временем сердце стареет. Оно уже не может нормально выполнять свою работу. И последствия начинают затрагивать весь организм. Все эти болезни, откуда они берутся? Они на самом деле возникают из-за того, что вы становитесь слабее, вся система организма ослабляется, тело засоряется шлаками. И, если вы позволяете шлакам оставаться в вашем теле и в голове, и когда вдруг у вас появляется болезнь, вы естественно начинаете думать, откуда она взялась? А взялась она из-за того, что ваш организм загрязнен. Если вы избавитесь от токсинов и шлаков, вы не только почувствуете себя лучше и здоровее, вы действительно станете здоровее. И шансы на возникновение болезней в вашем организме тоже снизятся до минимума. Итак, это устройство усиливает циркуляцию крови. И опять, если вернуться к тому, чем мы занимаемся в стейдж 2, мы стремимся делать все как можно более простым способом. И идея этого проекта тоже очень проста. Если вы чувствуете себя лучше, здоровее и крепче, болезнь просто не появится в вашем организме. Я узнал об этом от Дэвида Лейна. Я все думал насчет питательных элементов и кислорода, а он сказал, «Манодж, нет, кровь на самом деле вымывает шлаки и токсины». Он очень доступно объяснил, что принцип здесь – это работать не над болезнью, а над благосостоянием организма. Улучшать его состояние. Именно так происходит процесс лечения. Дэвид Лейн признан одним из наиболее выдающихся ученых и специалистов по раковым заболеваниям. Он был удостоен рыцарского звания от королевы. Он великолепный человек. И когда ты с ним разговариваешь, то очень быстро вникаешь в суть вещей. И такой человек видит в наших разработках огромные преимущества. Мы привыкли думать категориями – хорошего или плохого самочувствия. И обычно мы стремимся к тому, чтобы сделать свой организм максимально здоровым, избавившись от болезней. Мне кажется, что мы думаем о хорошем самочувствии ровно до тех пор, пока не заболеваем. На самом деле это неправильный подход. Нужно постоянно заботиться о поддержании здоровья. Это проактивный процесс. Мы все мечтаем найти какой-нибудь обходной путь и думаем – вот я приму эту таблетку и мне станет лучше. А думать нужно о фундаментальных вещах. В данном случае это циркуляция крови – то, чем занимается ваше сердце. Именно оно разносит питательные вещества по вашему организму. И, что еще более важно, выводит вредные вещества. Следовательно, плохая циркуляция крови – причина огромного количества болезней. Для меня очевидно, что все, что может помочь людям улучшить свое здоровье, имеет невероятное значение. И разработка ACP – это один из примеров. Многие говорят, как такая простая система может оказывать такое влияние? Неужели все дело в циркуляции крови? Вопрос здесь в том, работает ли это. Если работает, значит, это имеет ценность. Здесь нужно выйти за рамки системы. Я имею в виду той системы образования, которая нам была навязана, и которая приучает людей вести себя определенным образом. Если ты заболеваешь, значит, надо идти к врачу. Врач для тебя – это что-то вроде Бога. Врач тебя спасет. И вот так это работает. А нужно воспринимать себя как неотъемлемую часть этого процесса и понимать, что тут нельзя быть пассивным. Здесь необходим сдвиг в мышлении, умение найти новый подход к вещам. Конечно, со всеми болезнями это справиться не может. Но это одно из самых крутых наших открытий. Это поможет решить проблемы бедняков в том числе. Богат ты или беден – ты все равно всего лишь человеческое существо. Для здоровья не существует никаких границ или различий. И если смотреть на все это с такой точки зрения, учитывать потребности всех людей и понимать, что ты можешь это сделать, просто подумайте, насколько это может изменить мир. Она такая широкая? Ага. То есть если я еще прибавлю 50 фунтов, будет нормально. Интересно здесь то, что как только ты попробуешь воспользоваться этой системой пару раз, ты начинаешь хотеть еще. Ты действительно начинаешь чувствовать себя лучше. Я говорю об этом, потому что пользуюсь этой штукой уже несколько лет. Мой сын говорит, через 30 лет мне будет 50, а тебе 40. Эффект действительно потрясающий. Поэтому я не могу не использовать это преимущество. Мы собираемся воздействовать на здоровье таким образом, который не доступен ни одному медицинскому средству. У нас даже появился собственный жаргон. Например, кто-то приходит ко мне с проектом или продуктом, чтобы мы его реализовали, а я спрашиваю его, это пара пустяков, да? Он говорит, нет-нет, я имею в виду, это реально крутая штука. А я говорю, это пара пустяков? Этот термин хорошо прочищает им мозг. Они осознают суть и говорят, да нет, вряд ли. А я говорю, и зачем тогда нам за это браться? Когда мы впервые начали планировать работу в больших масштабах, мы начали благотворительные проекты. Стали помогать людям работать. Со временем нужно понимать и осознавать, что если ты хоть немножко помогаешь людям, то это здорово, но по сравнению с масштабами всего мира, это все равно, что бросать песок в океан. Он просто исчезнет и все, каждый раз, когда ты что-то делаешь. В Индии, к примеру, мы строим больницы в местах, где у людей нет вообще никаких медицинских удобств. Так что мы основали там фонд, который называется The Hands Foundation. Мы создаем там новаторские изобретения, и этот фонд распространяет все это в тех местах, где люди в этом нуждаются. По мере расширения масштабов деятельности, растет и уровень ответственности, который на тебя возложен, и уровень того, на что ты можешь повлиять и до чего дотянуться. Есть старая история о слепом человеке, который шел, а перед ним стена. И рядом стоял другой человек, который наблюдал эту картину. Если слепой человек врежется в стену, чья это будет вина? Слепца? Или того, кто за ним наблюдал? Наш подход к филантропии заключается в следующем. В нашей работе должен быть смысл, и главный вопрос в том, как мы можем осуществить такие изменения, которые помогут облегчить людям страдания? У кого есть технологии для этого? Кто может помочь это реализовать? Маноджа мотивирует тот факт, что всегда есть над чем работать. Это показывает, что даже один человек с небольшой командой может повлиять на такое огромное количество людей. Оказывается, для того, чтобы менять мир, нужно не так много. Если ты делаешь действительно великие вещи, у тебя должна быть цель. Еще одна наша цель – сделать так, чтобы наши изменения сохранились на сотню лет. Чем богаче ты становишься, тем больше становится твой долг, который заключается в помощи тем людям, у которых нет этого богатства, кто страдает. Чем больше тебе дается, тем больше с тебя будет спрошено. Ты должен чувствовать ответственность, ты должен отдавать что-то в мир. Это даже не задача, а скорее обязанность. Чем больше ты получаешь, тем больше ты должен отдавать. И так должно быть. Все настолько просто. И это все. Миллиарды, которые изменят мир. Переводчик Наталья Громова. Редактор Андрей Парабеллум. Текст читал Михаил Полежаев. BillionsInchange.com BillionsInchange.ru